Делай! Делай! Ложи! Ложи! А камера зерни! Голову подыни! Поднять голову смог турнир по греко-римской борьбе памяти героя войны Ивана Григорьева. 50-я юбилейная встреча юных борцов России в прошлом году сорвалась, несмотря на сложнейшие приготовления. Наконец, сейчас все удалось и, пожалуй, в первую очередь благодаря заслуженному тренеру России Владимиру Кучеру. По словам многих именитых гостей соревнований, он проявил завидное упорство, чтобы все получилось. А насчет упорства, ну я не один. Я как этот, правильно сказать, ну как лицо, наверное. Вокруг меня, рядом со мной, очень много ребят, которые работают, эту рутину выполняют, которая вроде бы не видна, но она каждый день идет. Итог. Грандиозный для нестоличного города праздник классической борьбы. 178 участников со всей России, 12 категорий, 48 призовых мест. На Новоалтай всегда славился традициями борцовскими, то есть очень хорошей школой борьбы. Очень много у нас ребят, членов сборных команд в свое время было. И сейчас тоже у нас два человека в сборной команде России основного состава. Это Виталий Щур и Юра Топа. Будем смело говорить, что это вид спорта номер один в городе. Видимо, слава об этом вышла далеко за пределы Новоалтайска. В очередной раз сюда съезжаются вип-персоны. Кроме олимпийских чемпионов, здесь министр спорта края, губернатор, депутат Госдумы Александр Прокопьев, член Совета Федерации и легенда спорта Александр Карелин. Он и объяснил, чем отличается этот турнир от его аналогов в других регионах. Отличается стабильностью и тем, что много людей участвовало в организации, но никто не сделал этот турнир хуже за все эти 50 лет. Поэтому выдающимся ветеранам спорта Александр Карелин вручил награды и подарки. А Александр Прокопьев – грамоты Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. Их получили Владимир Кучер и тренеры Новоалтайской спортшколы Олимпийского резерва Максим Гудочкин и Владимир Лебединский. Кроме того, депутат рассказал, что в федеральном парламенте рассматривают инициативу, которая должна помочь тренерам, в том числе и материально. На этой неделе буквально мы проводили заседание комитета и обсуждали законопроект о возвращении тренером статуса педагогов. Спортивное воспитание возвращается в систему образования. И наше второе чтение запланировано на апрель этого года. Я думаю, что это будет большое подспорье и такой важной составляющей в развитии детского спорта во всей нашей стране. А в Новоалтайске ждут инициатив от региона, которые помогли бы расширить формат турнира памяти Григорьева. Через эти соревновательные ковры и так уже 50 лет проходят будущие чемпионы. Осталось получить зал, который будет соответствовать масштабам состязаний. Тем более с ними и в следующем году будет связана юбилейная дата. Турнир юбилейный, а Иван Ивановичу в следующем году исполнилось бы тоже 100 лет. 100 лет со дня его рождения. Я уверен, дорогие друзья, что ваше участие сегодня здесь, оно, конечно, приведет новых и новых ребят, подрастающее поколение приведет в спортзалы, приведет на ковер и направит вот ту молодую кипущую энергию в правильное русло. В стенах спорткомплекса «Алтайвагона» уютно, но уже тесно. А как становится понятно по этому турниру, Новоалтайск в развитии классической борьбы идет вперед амбициозно. Андрей Дриер, Андрей Печеркин. День с толком.